Издательство Эксмо, Ксения Чернова, «Говори как Бог». Умение правильно дышать – базовый элемент в управлении голосом, в освоении и понимании голоса как инструмента. Дыхание – это настолько естественный процесс, что мы не задумываемся над тем, как дышим, чем дышим, какие процессы при этом происходят в нашем организме. Именно поэтому дышим непроизвольно, чаще всего неправильно. Такое дыхание называют физиологическим. Цель этого дыхания – обеспечение процессов газообмена в организме человека. Основные составляющие физиологического дыхания – вдох носом или ртом, микропауза, выдох. Выдох и вдох практически эквивалентны друг другу по времени. Короткий вдох и такой же короткий выдох. Неподготовленные люди в основном используют поверхностный тип дыхания, при котором работают в лучшем случае две трети легких. Особенности такого типа дыхания – плечи на вдохе поднимаются вверх, диафрагма вялая, мышцы живота в процессе не участвуют. Управлять таким дыханием мы не можем чисто физически. От неумения пользоваться дыханием в процессе говорения люди начинают говорить короткими рваными фразами, задыхаться, постоянно добирать воздух. А если к этому прибавить еще и волнение, получается провальное выступление. Для того, чтобы качественно извлекать звук, красиво говорить и не задыхаться при говорении, чтобы уверенно управлять силой звука, необходимо освоить речевое фонационное дыхание. Простого физиологического дыхания для этих целей будет недостаточно. Для владения голосом нам нужен больший объем выдыхаемого воздуха. Умение правильно его распределять, экономно расходовать, незаметно добирать в ходе разговора и делать так, чтобы всегда оставался дыхательный резерв. Особенности речевого дыхания. Резкий, короткий, бесшумный вдох и длинный выдох. Плечи неподвижны, работает передняя стенка живота. Она управляет подачей воздуха, на вдохе выдвигаясь вперед, на выдохе мышцы живота сокращаются, диафрагма активно работает, на вдохе опускается, на выдохе поднимается. Воздух выходит равномерно, обеспечивая звуку нашего голоса ровность и плавность. В идеале надо бы понять этот процесс на уровне работы мышц, мышечных ощущений, включить воображение, представить, как все происходит и прочувствовать. Вывод таков. Чтобы актуализировать возможности голоса, его звучание, чтобы управлять диапазоном и сделать голос именно таким, какой нужен в данный момент жизни, нужно научиться владеть и управлять своим дыханием. Управление голосом – это вопрос физиологии, поэтому разбирать его работу начнем с изучения анатомии, а именно с дыхательной системы. Строение дыхательной системы. Для начала разберем дыхание, как процесс газообмена между нашим телом и окружающей средой. Из школьных уроков биологии мы помним, что человек вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ. Первый необходим клеткам нашего тела для постоянно идущего процесса окисления, в результате чего освобождается энергия. А углекислый газ образуется в результате окисления, будучи конечным продуктом обмена веществ. Прекращение дыхания даже на непродолжительное время приводит к смерти, поскольку влечет за собой прекращение обмена веществ. Следовательно, дыхание является основным жизненным процессом. Полость носа, гортань, трахея и бронхи – это дыхательные пути, в которых воздух согревается, увлажняется и очищается. Легкие – это дыхательная часть, где и происходит газообмен. Из альвеол легких в кровь легочных капилляров поступает кислород. Из крови в альвеолы углекислый газ. В дыхательную систему входит также грудная клетка и дыхательные мышцы – диафрагма межреберной мышцы, мышцы брюшного пресса, которые призваны растягивать легкие и изменять давление в плевральной области во время фаз вдоха и выдоха. Где рождается голос? Гортань. Из полости носа воздух попадает в носоглотку, потом в ротовую и гортанную часть глотки. Если вы прикоснетесь к передней части шеи, то обнаружите на ней небольшое возвышение на уровне 4-6 шейных позвонков. Это гортань. Она соединена с подъязычной костью, единственной костью в организме, которая крепится напрямую к мышцам, а не к другим костям. Когда мы говорим или поем, гортань смещается, следуя за подъязычной костью. За гортанью располагается глотка, а внизу гортань переходит в дыхательное горло – трахею. Полость гортани подразделяется на три отдела. Верхний – преддверие гортани. Здесь находится верхняя глотка или носоглотка, связанная своей передней стенкой с носовыми пазухами. Средний и суженный отдел сообщается с верхней частью ротовой полости и на боковых стенках имеет образование из лимфатической ткани. Собственно, голосовой аппарат. Нижний отдел – гортанно-глоточное пространство, которое спереди соединяется с гортанью, а сзади – с пищеводом, подголосовая полость. Мы будем рассматривать средний отдел гортани, который устроен наиболее сложно. Именно здесь зарождается звук нашего голоса. На боковых стенках среднего отдела находятся две пары складок – верхние – преддверные складки. Еще их называют ложными связками. Именно с помощью ложных связок некоторые рок-музыканты добавляют хрип к своему голосу. И нижние складки – две симметрично расположенные складки слизистой оболочки гортани, которые мы привыкли называть голосовыми связками. Именно они служат нам для воспроизведения звуков. Из-за особого мышечного строения голосовые складки очень эластичны и могут совершать колебания как всей своей массой, так и различными частями. Промежуток между голосовыми складками называется голосовой щелью. На выдохе под воздействием мышц гортани в процессе изменения положения хрящей натяжение связок и ширина голосовой щели меняются. Воздух колеблет голосовые связки, в результате чего и рождается звук. При говорении или пении мышцы гортани изменяют положение хрящей гортани. В результате меняется просвет голосовой щели и натяжение связок. Чем сильнее натянуты складки, тем выше звук голоса. У каждого из нас размеры голосовых складок отличаются. У людей с более длинными и толстыми складками голос низкий. С короткими и тонкими более высокий.